Здравствуйте! Я Сергей Ширгунов, и это программа «Открытая книга» — разговор с писателями об их произведениях. Герои рассказов Павла Крусанова — жители Петербурга, но городская чита им опротивила. Они бегут в леса, к болотам, в сельву. Там, в природе, они пытаются переосмыслить мир и свое место в нем. Книга называется «Голуби». Павел, приветствую. Приветствую, Сергей. Для начала попробуем определиться, что перед нами. Анотация говорит, что это сборник рассказов, но многие читатели называют «Голубей романом», потому что здесь есть сквозные персонажи и, вроде как, объединяющий сюжет. Нет, на мой взгляд, конечно, это все-таки не роман, хотя герои переходят из одной истории в другую, с ними происходят события, и развитие этих событий там продолжается как бы из одного в другой текст, но, тем не менее, все-таки это какой-то цикл историй, происходящих с одними и теми же людьми. Роман, он заканчивается, и все. А вот эти персонажи меня не отпускают до сих пор, у меня уже несколько рассказов продолжаются с ними, поэтому, в общем, просто будет увеличиваться этот цикл. То есть можно ожидать «Голуби-2»? Или «Ястребы». Герои рассказов – петербургские интеллигенты, профессор зоологии Цукатов и полиграфист Петр Алексеевич. В свободное время они наведываются на Псковщину, где в сопровождении местного жителя Пал Палыча ходят на дичь. Подозреваю, что ты описал собственный опыт. Ты зверобой? Среди охотников такие, как я, называются охотники по перу, потому что я только на птицу охочусь. То есть это боровая и водоплавающая. То есть там вальшноб, утка, гусь, тетерев, кабань, лось, косуля – это какие-то животные, с которыми я чувствую какое-то определенное родство. А птицы – это какие-то динозавры вообще. Мы же знаем, да, откуда они взялись. Нам это уже в парке юрского периода объяснили. Хичкок тоже доказал. Да, да, да. Чтобы зритель не подумал, что это какие-то кровожадные истории, одна за другой происходящей, это вовсе не так. Потому что, как и в любой такой непромысловой охоте, а охоте любительской, там люди гораздо больше ходят и смотрят по сторонам, чем стреляют и убивают. Такая, на самом деле, тургеневская охота. Потому что и в рассказах охотничьих Тургенева, там порой вообще и ружье-то с плеча не снимается. Конечно. А идутся просто разговоры с мужиками, с кем-то еще. Здесь, собственно говоря, та же история. То есть традиция такова. Итак, «Голуби» – это сборник охотничьих рассказов. Довольно неожиданно, потому что критики тебя причисляли и к магическим реалистам, и к постмодернистам. А получается, наследник и Аксакова, и Тургенева, и Пришлина. Так что ли? Мне было это интересно. Мне показалось, что охотничий рассказ как литературный жанр претерпевает сейчас дорепрессивную ситуацию. Когда вы посмотрите в любые соцсети, которые полны картинками кошечек, енотиков и прочих мягких игрушек, и говорить в этой ситуации или писателю рассказывать об охотничьих историях, ты тут же будешь заклеван всякого рода... Голубями. То есть можно сказать, что охота для тебя не просто хобби, но и своего рода восстание против современного мира? Да, в определенном его ключе, конечно, современного мира. Потому что есть вещи, которые, в общем, неизменно. Мир так устроен, что охота – это, в общем, одна из присущих человеку изначально, с самого его вообще формирования как человека, род деятельности. Почему это должно быть как-то отброшено и вынесено за рамки? Тем более, что вообще охота – это такая сфера какой-то архаики, когда погружаешься в нее, ты словно в какой-то былинный мир попадаешь. Потому что вот среди охотников, когда они собрались, скажем, на эту охоту, там уже неважно, кто ты там – директор-то цирка, генерал ты, или ты хозяин сотовой связи какой-то. Там любой егерь, который знает свое дело и умеет, он выше тебя, он на тебя и гавкнет, и крикнет, и ты будешь понимать, что он прав. Потому что в этой ситуации вообще не важна никакая, так сказать, статусность социальная. Здесь важны твои личные умения, личные навыки и меткость глаза. Павел Павлович часто повторяет, что живет в природе. «Небось, лицензию на бобра не берете?» Уверенный в ответе, Петр Алексеевич скорее утверждал, чем спрашивал. Раздвигая грудью высокую осоку, Павел Павлович рассмеялся. «Скажете тоже, Петр Алексеевич, лицензию?» Ах, от овец застукает. «На все воля Божья!» – озорно откликнулся Павел Павлович. Петр Алексеевич такую первобытную беспечность не одобрял. «Воля Божья – суд царев!» «Да кто же нас осудит? Мы же голуби!» «Голубям лицензия на бобра не нужна». А что нужно? Или твои голуби? Те самые птицы небесные, которые не сеют, не жнут, не собирают в жительницы?» Господь, да, питает их. В принципе, да. То есть персонаж, по крайней мере, вот этот Павел Павлович, он себя таковым считает и во многом действительно таковым и является. Он меня сначала очень озадачивал, что вот действительно, не следуя каким-то, значит, законным постановлениям, то есть, грубо говоря, там, на мелкое браконьерство, закрывая просто глаза себя, оправдывая, он при этом никогда не ходит на охоту, что называется, с перестрелом. То есть он никогда ничего там не навредит на месте. Не бьет лишнего. Ни лишнего никогда не возьмет. Ну, есть семья. То, что, так сказать, может там, как бы быть в семье, значит, принято и пойдет на дерево. Природный человек. Да, да, человек, живущий в природе, знающий, что ему и завтра здесь жить, и послезавтра здесь жить. И не выкашивать все, не как саранча, то есть съесть на одном месте и полететь на другое. Вот этого совсем в этих людях нет. Но все-таки Петр Алексеевич старается трезво смотреть на Пал Палыча. Твердить ему о неприглядности самовольного пострела не имело смысла. На этот случай у него в запасе был ворох встречных аргументов, начиная от претензий про хвостом егерям и оборотнем охотоведам, готовым выгнать зверя под ружье местного бугра или залетного туза в любой сезон. И кончая лицемерными исключениями, мол, коренным народам севера не возбраняется бить заповедного тюлени и кита, поскольку это их природный промысел. А мужику в добыче, какую брали в лесу его отцы и деды, отказано. Слушая такие речи, Петр Алексеевич всякий раз убеждался, что люди волевые от природы не годятся в мыслители. Истина постоянно требует от человека уступки перед своей непреложностью, а сильные натуры на уступки скупы. А что, по-твоему, лучше, быть сильной натурой или мыслителем? Мне, лично мне, конечно, хотелось бы больше быть мыслителем, потому что это к труду авторствования, это подходит больше и ближе. Но не всегда получается, потому что вот в силу характера во что-то упрешься, и вместо того, чтобы обойти угол, это и в тексте, и в жизни, вот прешь и прешь, и ничего с собой поделать не можешь. То есть вот надо бы над собой работать, не всегда получается. Наверное, без упорства, упрямства, страстности натуры тоже не будет настоящей литературы? Нет, это понятно, что усидчивость и способность как-то заставить себя, себе скомандовать, сядь за стол, и сиди, и делай, гони строку. Без этого тоже никуда не деться. Но поскольку материал литературы – это пластический материал, это язык, тут, конечно, нужно обладать теми качествами, которые здесь приписываются мыслителю, умением прислушиваться к предмету, слышать вещи, чтобы как бы под эти вещи тоже учесть и подстроиться. Понимать разные правды. Разные правды, да, видеть огонь вещей, и так далее, и так далее. То есть здесь надо иметь такого особого свойства уха, когда оно не фильтрует то, что не хочет слышать, а что оно слышит все и всему дает выговориться. Очевидность жанра твоих рассказов все-таки обманчива. Охотничий реализм то и дело взламывает разного рода мистицизм. Например, Пал Палыч демонстрирует гостю заточенных в трехлитровую банку самых настоящих бесов. Задам наивный вопрос. Что это? Хмельной мираж, выдумка, явь? Ну, в общем, эта сцена имеет, как мы понимаем, открытый финал. Петр Алексеевич дает возможность своему бесу себя заморочить так и убедить себя в том, что это как раз вот и был мираж и морок какой-то. А в действительности, конечно, Пал Палыч такой ловкий охотник, что способен собственного беса и беса жены из-за левого плеча-то вытащить и словить. Вот городских у него не получается, как написано там в том городском, больно ловки. А своих получилось. Сельские бесы, как и комары, простодушнее? Да, к сожалению. Не такие изворотливые. Не к сожалению, как раз. К сожалению, для них. Замариновали. Демонов. Да, там это же не единственный момент, скажем, в текстах, где вот такие... Мир же полон чудес. Надо просто все это так суметь выбрать ракурс, чтобы увидеть вот это чудесное в нем. Вот-вот, рассказ «Трещина в небе», мне кажется, как раз об этом нездешнее видение накрывает Петра Алексеевича во время очередной его ночной охоты. Какой-то странный мир проступал сквозь материю здешнего, иной, но столь же достоверной и чудесной. И птицы. Па-па-па-пам. Совсем не птицы, а скорее большие скаты, выделывающие в небе пируэты, несвойственные пернатам. Заоблачный балет, ангелы чужого мира. То и дело происходили сдвиги планов. На горизонте в полнеба вырастали несеразмерные масштабы окружающего пространства циклопические архитектурные конструкции. Само небо меняло цвета, становилось лиловым, бутылочным или мраморным, с прожилками. Рисунок этих прожилок точно живой, изменился, расползался, на глазах преображался в многоцветную фреску. Тебе доводилось наблюдать нечто подобное во время странствий с ружьем и лирой? Или нафантазировал за питерским письменным столом? Нет, доводилось, конечно. И здесь уже трудно сказать, действительно, что же это такое. Это эффект такого недосыпа, что ли, мультфильмов там, да, когда там... Ну, ведь что такое охота, вот, по крайней мере, охота по перу? Это ты с ружьем стоишь в зорьку в камышах. Там, вот, ты не спишь, ты утреннюю зорьку, вечернюю стоишь. Там у слабого организма всякие могут мультфильмы проявиться, знаете. И я несколько раз был в таких пограничных состояниях, когда я не мог отличить реальность от мнимости от какой-то, от морока или от наваждения. Вот, ну, может быть, не настолько глубоко, как здесь описано, но какие-то вот такие пограничные ощущения испытаны лично, и за их, ну, как бы, достоверность я ручаюсь. В здоровой жизни в природе противопоставляется нездоровое в городе. Чего стоит хотя бы твой маньяк-таксидермист из рассказа «Волосатая с утра». Существо человека Демьян Ильич схватывал четко, смотрел на персик и видел косточку. Так был устроен. Одних занимает вопрос, кто ты человек, других, на что ты способен. Демьяну Ильичу хотел знать, кто в тебе сидит. Место действия рассказа — университет имени Герцена. Зачем ты поместил этот жутковатый криминальный сюжет в стены своей «Альма-Матер»? Что-то личное? Да все личное. Я знаком с этим прекрасным учебным заведением. Я его окончил. Я знаю все заколуки и выходы этого прекрасного пространства на Мойке в самом центре города с его желтыми корпусами там. То есть у меня был материал, а как обыграть этот материал? Ну, обыграл его и вот так. Надеюсь, никого не обидел. Не обиделись. Были разговоры, но каждый раз приходится объяснять, ну, как вы знаете, как автору, который пишет от первого лица, ему приходится объяснять, что я и автор — это разные персонажи, как бы здесь даже. Лирический герой. Лирический герой. Пускай он даже как-то там с тем же именем, как у Лимонова. Но тем не менее, это все-таки разные вещи. А тем более в рассказе, где я все-таки имена поменял... Надеюсь, Демьян Ильич, маньяк, точно не обиделся? Маньяки они не обидчивают. А я еще слышал, что герб России, авторство Крусанова, в этом университете хранится. Совершенно верно. Я в свое время, используя жуков как смальту, как такую цветную и пластическую массу, сделал из жуков, обитающих на территории России, довольно большой, там где-то метр на метр, такой герб. И подарил его музею при кафедре зоологии там, и он там этот герб висит на стене с медной табличкой. Вообще, почему именно из насекомых? Дело в том, что жуки прекрасны. Господь не пожалел о них всех своих красок. И как материал для художественного какого-то объекта, они очень удобны, тем более они долговечны. Хит-хитин у них прочный, долговечный, и если все это находится и сделано под стеклом, собственно говоря, износа этому делу нет. Здорово. Представляете, есть такая профессия. Вот я всегда думал, что империя – это вот такое образование, в котором есть место всему, есть все. Мне кажется, что если в России есть монтировщики насекомых как профессия, то это вообще по определению империи. И вот как раз рассказ монтировщик насекомых. Юноша Петрунин спасается от житейских трудностей в добровольном локдауне, но впадает в депрессию и исходит с ума. Одна из его галлюцинаций – путешествие по советской Туркмении. Он сложил газету и бросил рядом на сиденье. Та упала шапкой вверх – туркменская искра. Со страницы смотрело то же самое лицо, которое он только что обнаружил в зеркале. Мордатая, да глянца выбритая, с русыми кудрями над высоким лбом и небольшими бакенбардами. Петрунин снова взял газету в руки. Передовица сообщала о награждении директора Ашхабадского завода имени 20-летия Туркменской ССР Куцеруба Анатолия Григорьевича почетной грамотой Союзного министерства. «Боже ж мой, так вот он кто. Петрунин невольно хмыкнул, хотя смешной ему не было. Анатолий Григорьевич Куцеруб ему решительно не нравился. То есть ему не нравилось, что он оказался Куцерубом, а не самим собой. Павел, а у тебя никогда не было ощущения, что ты проживаешь не свою, а чужую жизнь? С глубиной погружения, что ли, нет. Я, если в эту сторону и думал, то мне это казалось как своего рода как бы игра ума. Ну и потом, в какой ракурс тут выбрать? Что значит не свою? Если мы говорим о каких-то предопределениях, то в этом смысле мы все не свою жизнь проживаем, поскольку она отпущена, как бы уже вписана в книгу судеб. И получается, что тобой эту жизнь живут, которая, в общем, заповедана тебе, не тобой. Но я все-таки сторонник свободной воли, который наделен человек, и считаю, что все-таки каждый человек проживает свою жизнь и способен ее выстроить так или иначе по своему усмотрению. Другое дело, что берется он за это или не берется. Вот, скажем, судьба открывает, стучится к нему дверь и говорит, ну-ка, пошли, у меня на тебя виды. И кто-то захлопнет дверь, и судьбе с ним уже неинтересно. А кто-то пойдет. В общем, мне хотелось бы, конечно, таких персонажей, и больше о таких писать людях, которые вызов судьбы принимают и не захлопывают перед ней дверь. Сильные личности. Да, да, потому что мне кажется, что русская классика уже отработала по маленькому человеку. Все-таки хватит, потому что если слишком долго уделять внимание и холить или леять маленького человека, из маленького человека вырастет маленькая гадина. Давайте мы все-таки... Или большая. Ну, из маленького человека навряд ли вырастет что-то большое. Твой маньяк, он вырос из маленького человека? Он, скорее всего, из маленького человека, конечно, он вырос, потому что он все время себя вот как-то вот... не ставил перед собой тех целей, которые должен был бы и стал бы другим тогда. Вот. В общем, мне кажется, что в отечественной литературе пора обратить внимание на человека великого и... Могущего. ...поговорить о нем. Ну, вернемся из мегаполиса, что называется, на лону природы. Каждый раз поохотившись, друзья садятся, начинают пировать, и у них разные разговоры, как правило, о женщинах, о политике. Ну, вот Павел Павлович рассуждает о любви. Вот я дружил с ней, с Ниной. Хожу, дружу, у меня чувства, я готов хоть сегодня жениться, хоть в 16 лет, или сколько мне стукнуло. Глупый был? А ничего не о глупой. Вот природы дано. Жениться, семью создать, детей иметь, и я шел на это. А без того не о любовь, а половое влечение. Павел Павлович в полоборота озорно сверкнул глазом. Он у тебя озорной герой. Не смог в 16 лет ответить. Какая разница? Я и люблю, и хочу, и женюсь. То есть хоть сейчас пошли в ЗАГС и распишемся. Чего тут плохого? А в нынешние времена этого нет, ребята. Сначала поковыркаемся с одним, со вторым, с пятым, с десятым. А потом хватились, мне 40 лет, а я родить не могу. Вон как. Разделяешь печаль тезке? Вообще, когда вот я, как говорил Конфуций, установился, вот, с момента, когда установился, я разделяю. Но... А сколько тебе было лет? Когда установился, Конфуций установился в 30, я примерно тогда же. То есть почувствовал себя взрослым? Да, я почувствовал не просто как бы взрослым, а я стал понимать собственное желание. Что же я хочу, почему, а почему вот этого мне не надо, допустим, хотеть, и так далее, и так далее. Но я тот же как бы из юности, да нет, конечно. Потому что вот недавно я там пересматривал кино «Доживем до понедельника». Помнят, наверное, такой замечательный фильм 64-го года, черно-белый, не раскрашенный еще. И вот там и юноша, и девушка, значит, на протяжении всего фильма, вместо того, чтобы пить портвейн и тискать друг друга в парадных, значит, решают вопрос о счастье. Поставленный перед ним режиссером, там, и студией Гойко. Вот я примеряю на себя, а я же в юности, я и, так сказать, и портвейн пил, и тискал. И вот, наверное, вот эти, как бы, кувыркания, которые Хаппиз, это тоже вот такая форма поиска ответа на вопрос, что же такое счастье. Мне сегодняшнему, скажем, или 30-летнему, это было бы уже не надо. А там, а 18-летнему, наверное, надо. Ну, некоторые люди. Не надо задерживаться. Вместе в этом поиске находятся. Да, вот не надо задерживаться. Ну, опять-то, это личный выбор каждого. Там, например, писатель Лимонов без его прекрасных девочек и так далее, и его вот такой стремительной судьбы. Тоже, наверное, был бы не собой. Ну, он строил свою судьбу как вонтерный роман, поэтому имел полное право писать какое-нибудь сочинение «Как я правил у лета», а оказывался это действительно прекрасный роман, потому что он именно так и строил свою жизнь. Семейная жизнь – очень сложная штука. Павел Павлович делится с обутыльниками вот каким, как модно говорить, лайфхаком. Так в жизни заведено, что женщины все ставят на одну карту и маются, на ту аль нет. А ну, как карта, не осыграет. Не от той масти окажется, не от козырная. Где же козырных на всех найдешь? Понимаете, им есть за что болеть душой. Но молча терпеть они не любят. Не у всех хватает гордости. И начинается «Скотина, всю мою молодость сгубил». Это, к примеру, про скотину, пояснил Павлович. По-разному называют, кто как. А что такого, интересно, ты можешь с ее молодостью сделать? Но спрашивать нельзя. Ни в коем случае спросил – пропал. Без препирательств надо. Пусть голосит одна. Скорее заморится. А у тебя-то, как Павел, получается не препираться? Не получается. Хотя вот эта тактика, она, конечно, самая идеальная, самая правильная. Не спорь с женщиной. Да, 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 совершенно бессмысленно, бесполезно. Тактика, к ней нужно просто привыкать с детства, потому что потом трудно перестраиваться уже. Ну, как бы надо какие-то такие аналогы записывать где-то на оборотах школьных тетрадок, когда, знаете, вместо таблицы умножения такие вещи. Вместе с гимном. Вместе с гимном. И гербом. Об устройстве и об устройстве русской жизни охотники на привале тоже спорят. Петр Алексеевич поморщился. Ему претила вульгарная политика, в которой соотечественники находили выход к своему общественному темпераменту. Все комбинации этой бесконечной русской темы были ему известны. Дурной своей неисчерпаемостью давно набили оскомину. Ну, никак не мог русский человек смириться с тем, что, как и прочие народы, живет в аду. У иных он может только почище. Писателю Валерию Былинскому это обобщение не понравилось. Вот его фейсбучный комментарий. Ведь мы же все примерно понимаем, неважно верующие ли атеисты, что ад – это крайняя степень состояния с последним отрицательным смыслом, наиболее страшное и безысходное место или обстоятельство, куда человек может попасть. А ведь жизнь не такая. Ад в ней может местами встречаться, у кого-то лично или где-то, но в целом же она не такая. Не согласен? Ад допускает самое главное – наличие времени, потому что ад – это место, где можно стать хуже. Если получается, что хуже стать уже не может, это уже не ад. Поэтому в данной ситуации я все-таки не согласен с этим, хотя это выражает свое мнение персонаж. Доказывать правильность или неправильность этой трактовки – занятие совершенно бессмысленное. И литература вообще не предполагает таких вещей даже. Как мне кажется. Но вообще, на самом деле, забавно вспоминать Сартовское. От этого другие – то, что бывает ад почище, но тем не менее от этого быть преисподней он не перестает. Ну, конечно, в любой стране, на любом континенте, при любом комфорте, те же драмы, те же трагедии, та же беда. Ну, это такая… Те же человеческие страдания. Я понимаю, что это просто такая гностическая точка зрения, чистый гностицизм, ну, персонаж имеет на это право. Персонажи, да, все имеют свое право, свои голоса, и как раз в этом мудрость, говоря, вспоминаю эту дихотомию сильной личности, мудрость автора в том, чтобы слышать разных. Под конец программы еще одно размышление Петра Алексеевича. Современная литература либо представляет идеи, предлагая с их помощью что-то понять, либо демонстрирует чувства, которые возбудить сама уже не в состоянии. И в том и в другом случае получается что-то вроде наглядного пособия аудитории, где умудренные преподаватели читают студентам лекцию. Павел, мне кажется, тебе удалось не попасть в капкан этой университетской аналогии, и твои голуби совсем не чучело. Рассказы получились живыми и личными. Смею надеяться, что и пожелание нашей программе будет тоже таким. И живым, и личным. Спасибо, доброе слово и кошку греет. Жить в природе не каждому дано. Кто-то умеет, как говорит твой герой, полаживать, а кому-то шиш с хвостом. Но вот запечатленная тобой тихая красота и едва ли не потустороннее величие родного края, это то, что меня, признаюсь, заворожило. Сергею, человеку широких дарований, успехов во всех начинаниях. Спасибо. О программе «Открытая книга» не закрываться, блистать и не тускнеть. Автор. Большое спасибо, Павел, за интересный разговор. Спасибо, Сергей. А мы увидимся уже скоро. Будут новые писатели и новые книги. Откроем, прочитаем, обсудим. Всего вам доброго.